А при началом ролика, ребят, советуем зайти и подписаться на канал Мэтмена. На канале очень много разных интересных рубрик. Открытие сундуков, онлайн-атаки, разные колоды. Также всё это снимается в разных форматах и очень с интересным смотрится. Так что заходите, оценьте его, ребят. Ссылка будет в описании под этим роликом. Всем привет, ребят, на моём канале. Это новый выпуск по Clash Royale. Сегодня я буду играть на своём основном аккаунте. Недавно у меня были некоторые изменения на своём аккаунте. И мне есть, что про него сказать. Я некоторое время отсутствовал на отдыхе, и у меня не было возможности записать это всё. У меня было спецпредложение в магазине, где выпал мне этот легендарный сундук. Ну, естественно, там 100 тысяч голды и 1200 гемов. Я уже один раз покупал на этот аккаунт это спецпредложение, но оно было с 8 арены. К сожалению, озвучить не удалось этот момент, когда я покупал это спецпредложение. Поэтому я его вставлю в этот ролик и скажу заранее, мне выпало с парки. И теперь, ребят, у меня 200 тысяч голды, даже 231 тысяча голды. И, то есть, вы понимаете, я могу купить 7 легендарных карт в магазине. Полторы тысячи гемов при этом. Дека выглядит моя следующим образом. Теперь у меня спарки 2 уровня. Конечно, я хотел какую-то другую легендарную карту, чтобы выпала. Но, тем не менее, я рад, что выпала мне та карта, которая у меня есть уже в колоде. Теперь мне хочу я выбить шахтера и легеного колдуна на второй уровень. Голда это позволяет сделать. И, реально, я очень рад, что эти спецпредложения появились и достаточно выгодные. Теперь у меня есть и гемы, и куча голды. И теперь я смогу нормально прикупиться легендарными картами. В общем, дека моя выглядит следующим образом. И, благодаря этой деке, я уже нахожусь на 3400 кубках. Это реально круто. Это мой рекорд. Я выше пока не поднимался. Тем не менее, я реже захожу на свой аккаунт, поэтому мне нет времени аппать здесь кубки. Давайте я вам покажу повторы, как я играл со вторым уровнем спарки. А потом проведем одну онлайн-атаку, чтобы я добил королевский сундук. Итак, первый повтор против 10 уровня. Не помню. А, он играл колодой, по-моему, с гигантом. Спарки 2 уровня, кстати, не сильно, значительно отличается от первого. Как это заметно по принцессе. Но, зато, спарки 2 уровня не убиваются от спарки 1 уровня. Это, конечно, плюс. Конечно, в конце запом ее можно добить. Но, все равно, то, что 1 на 1 спарки не умирает, это, конечно, круто. Иногда это выручает. Итак, смотрите. Он запнул спарки. И мушкетером, если бы я не выбросил варваров, мушкетер бы в соло размотал бы спарки. Я выбросил перед этим варваров. Спарки, естественно, дамажит неплохо роял гиганта. Шахтера я бросаю на принцессу, потому что она мне очень сильно мешает. Впрочем, я задефал гиганта, еще и убил мушкетера. И мне практически урона вообще не нанесли по вышке. Так, мою принцессу он контрит гоблинами. Я решаюсь, так как я нанес немножко урона по левой стороне, я решился оттачить его также по левой стороне. Потому что там уже 300 хитпоинтов снято. Я выбрасываю роял гиганта и жду, каких действий предпринят противник. Он выбрасывает варваров, поэтому я решаюсь возле своей вышки бросать ледяного колдуна и принцессу. Потому что это все легко законтрить их. Впрочем, он выбросил фаербол, я считаю, что неправильно. Лучше бы он кинул его на принцессу, потому что ему пришлось потратить зап и фаербол, чтобы убить моего ледяного колдуна. Хотя он, впрочем, мне вышку продамажил неплохо. Практически снес ее. Вот из-за того, что он потратил зап и смотрим, у него сейчас эликсир вообще на минимуме, я выпустил спарки и у меня эликсир почти так, как у него. Поэтому ему сейчас будет очень сложно. Он, конечно, снес мою вышку. Да, я вначале подумал, что, блин, я ему даже еще и половины хитпоинтов не продамажил. Ну, сейчас посмотрим. Миньонами здесь, смотрите, легко справляюсь с его бомбером и гигантом. У него, видим, принцесса сейчас готовится, но она сагрилась на шахтера. И поэтому шахтер с миньонами сейчас спокойно заберут вышку. Здесь даже спарки не нужна. Он тратит зап на спарки, но хотя не понимает того, что вышка и так бы снеслась бы моими миньонами и шахтером. Я сразу же перехожу на правую сторону, выбрасываю ледяного колдуна, готовлю своего роял-гиганта. Дальше я жду, что выпустить противник. Он выбрасывает варваров, поэтому я понимаю, что мне нужно сейчас будет хорошо дефаться по правой стороне. Я выбрасываю спарки, ну и здесь, естественно, уже готовлю юнитов по ситуации. Дальше я бросаю, по-моему, принцессу, да, миньонов на вот эту бомберов, на мушкетера, на вот эту всю толпу, которая там идет. И, впрочем, легко ее оконтрю. Ну, впрочем, здесь, смотрите, сейчас у него уже... А, нет, есть у него зап, да. Я бросаю роял-гиганта. Он запает, очень рано запает. Хотя, по-моему, спарки убьет принцессы, насколько я помню. Да, но здесь затащил, по-моему, шахтер и роял-гигант, насколько я помню. Да, хорошо, видите, спарки прослужила в дефе. Неплохо, гигант даже не дошел к вышке. Ну, здесь, смотрите, остается 400 хитпоинтов. Мне остается только кинуть роял-гиганта, и все, в принципе. У него здания дефа нету. Или этого. Или докинуть шахтера. Впрочем, эту катку я затащил, хотя вначале так неплохо проиграл. Все, выбрасываю роял-гигант, один выстрел, и до свидания. Давайте еще один повтор посмотрим. Вот давайте посмотрим повтор против игрока, который также играет со спарки. Вот в этих моментах спарки второго уровня реально заметны и очень решают. Ну, я не помню, здесь помогло мне то, что у меня второй уровень спарки или нет. Ну, давайте посмотрим этот бой. В общем, эта дека мне реально очень нравится. До этого у меня была тоже со спарки колода, но совсем другая, и там было поменьше легендарок. Я не скажу, что здесь чисто из-за легендарок тыщу, но реально колоды составил, мне очень нравится. Во-первых, я захожу как и с шахтером, так и роял-гигантом, и достаточно недорогая дека. Сборщик я убрал, потому что он мне мешает. Также у оппонента была ведьма, которая является контр-картой для спарки, но с принцессой это намного проще. Так, здесь я, по-моему, выбрасывал ледяного колдуна на ведьму. Да, ледяным колдуном я контрил валькирию и ведьму. Он трема мухами законтрил мою принцессу справа. Здесь я бросаю орду миньонов и перехожу в контратаку вместе с шахтером. Он выбрасывает зап, но не все миньоны погибают, и согревается вышка на моего шахтера. И смотрите, сколько две мухи и шахтер с изи хитпоинтами сносят вышку. Просто сразу сносят вышку. Так, он ставит сборщик, мне его, естественно, сбить нечем, потому что шахтер я только что потопал на атаку. И, по-моему, здесь я уже выходил со спарки и роял гигантом. Точно уже не помню. А нет, я выбрасывал, видите, рояль гиганта. Он готовит снова опять ведьму. И, я так понимаю, он ждет удвоенного эликсира, чтобы выбросить спарки плюс гигант. Сейчас он выбрасывает гиганта, я, по-моему, буду контрить это все дело спарки. А нет, я, кстати, принцесса и ледяной колдун очень хорошо контрят вот этот заход с гигантом. Просто нереально его замедляет. Если подкинуть варваров или миньонов, то просто гигант даже не дойдет к вышке. Поэтому, когда я приобрел ледяного колдуна к себе в деку, мне реально это очень пошло, очень пошли дела вверх. Но здесь я, конечно, пропустил, не задефался и мне снесли правый фланг. Он выбрасывает, точнее, ставит еще один сборщик по правой стороне и я туда опускаю шахтера, потому что сборщик надо уничтожать. Так как он решился мне брать на 3 звезды, я, соответственно, буду его и контрить и переходить сразу в контратаку. Вот здесь и посмотрим, как сейчас спарки заряжают. Но, по-моему, спарки уничтожу я другими картами, не своей спарки. Сейчас посмотрим, я уже, честно, не помню. Да, я выбросил гиганта, она согрелась на него, вражеская спарки. Так, дальше я, по-моему, готовлю зап и варваров. Да, вот зап и идут варвары. Да, здесь спарки, конечно, мне никакой роли не сыграло, то, что на второй уровень. Но все же, если будет эта ситуация в соло 1 на 1, спарки против спарки, второй уровень зарешает. Это хорошо. Так, ну и, в принципе, смотрите, ему у меня контрить нечем. То, что он сейчас выпустил спарки, это очень глупо, потому что она пока зарядится, и она согрелась, видим, только на одного варвара, а какая-то лпа у меня еще идет. Впрочем, и эту картку я также затащил. Вообще, у меня с этой декой по минимуму проигрыши. Ну вот сейчас давайте проведем онлайн-атаку. Конечно, я не уверен, что затащу, но мне, в принципе, победа и не нужна. Мне надо всего лишь одна корона в королевский сундук, и все. Итак, ребят, этой декой погнали в онлайн-атаку. Так, десятый уровень, 3-400, грубо говоря, кубков. И давайте посмотрим, что у него за карты. Пока ничего выпускать не буду, потому что я, если есть шахтер в деке, я привык заходить Ордамух плюс шахтер. Так, он выбрасывает надгробие, поэтому давайте здесь ставить ледяного колдуна. Плохо, что у него есть надгробие, потому что, ребят, это контра моей спарки. Мне будет очень трудно. Так, предлагаю рояль гиганта выпустить, чтобы Бэйби Дрэгон сагрился на него. Так, стрелами он убивает мою принцессу, окей. Так, ага, башня-бомбежка. Кстати, все противник делает по таймингу и очень вовремя. Я не знаю, что мне сейчас выбрасывать. Запад, скелетов или не запад, не, запад не буду. Давайте выбрасывать спарки, наверное. Или подождем, подождем каких-то действий от противника, потому что... Так, вот, смотрите, здесь спарки, давайте... Кстати, неплохой ход выбрасывать спарки плюс бочку гоблинов, потому что я зап потрачу либо на спарки, либо на бочку гоблинов. И смотрите, что мне сделали гоблины по левой стороне. Это очень плохо, ребят, и я уже потерял вышку. Давайте тогда выбрасывать свою спарки. Выбрасываю свои спарки. Так, мне надо хотя бы одну корону. Мне не важно, выиграю я или проиграю этот бой. Хотя бы снести его одну вышку. Так. Да, конечно, зря я выбросил принцессу, ребят, потому что... Стрелами он ее убил, а теперь что? Теперь спарки, в принципе, этих скелетов по одному будет убивать, и тем самым это... Ну, реально, 5 секунд перезаряжается, и по одному скелет убивать это очень изи. Ну, я здесь все, вышку потерял, и здесь я ничего не сделаю ему. Ну, хотя посмотрим. Сейчас будет удвоенный эликсир. Вышку-то я в любом случае теряю. Ну, нереально, я не знаю, как зайти. У него башня бомбежка, у него надгробие. Чем мне заходить? Это только разве что вот так. Вот давайте попробуем. Такой связкой. Ну, сейчас будут стрелы. Насколько я понимаю. Да, вот стрелы. Окей, раз он выбросил стрелы, тогда я заюзаю принцессу свою. Выбрасываю спарки. Готовлю принцессу. Ну, у меня шансы минимальные, реально, минимальные его снести, но я попробую. Вот это надгробие мне все реально мешает. Так, ну да, он принцессу убил бочкой гоблина. Окей, тогда давайте сделаем так. И снова летят стрелы. Ой, сейчас убьет он и спарки всех. Да. Здесь я не затащу никак. Придется еще одну катку сыграть. Противник дико так угорает. Кстати, у него колода реально контрит меня. У него много карт, которые мне надо контрить запом. Бочка гоблина, спарки, а у меня зап только один. Ну ладно, погнали еще один бой. Ничего страшного. Нужно мне одну вышку выбить. Неважно, проигрыш или выигрыш. Надеюсь, с этой каткой будет что-то по-другому. Что ж. Я вижу, в принципе, сейчас свою комбу, но я не желаю тратить очень много эликсира, поэтому подожду каких-то действий от противника. Ну, противник также ждет. Ну ладно, давайте выбрасывать... Ага, вот летят миньоны. Давайте выбрасывать спарки и готовить варваров. Ага, вот. Окей, тогда делаем сейчас вот так. Блин, миньонов я немножко криво кинул. Так. Роял гиганта мы убили, а вот что выбрасывать мне теперь? Нет. Нет, выброшу, наверное... Ладно, подожду, что выбросит он. Так, зап, что будет? Будут гоблины. Окей, тогда делаем так. И здесь выбрасываем варваров. Окей, сейчас перейдем в хорошую контратаку. Смотрите, сделаем... Если у нее, конечно, есть фаербол, это плохо. Он убьет всех. И принцессу. Ну вот, пожалуйста. Ладно, зато варвары остались живы практически. Сейчас миньоны их быстро порешают. Да. Ну ладно, окей. Тогда выбрасываем своего колдуна. Так, миньона, в принципе, мы законтрим. Теперь мне надо... А, чё, парюсь. Давайте выбрасывать роял гиганта. Пусть теперь он дефается. Так. У него есть принцесса. Окей. Я надеюсь, колдун сагрится на нее. Нет, колдун не сагрился, поэтому... Принцесса останется жива. Ну, впрочем, я все равно неплохо. Продамажу его. Блин, а чё, у меня эликсира до сих пор нету. Здесь надо зап срочно. Так. И давайте шахтера на принцессу. Потому что очень много вреда наносит принцесса. Отлично. Моя принцесса выжила. Давайте здесь бросать ледяного колдуна. Он очень сильно замедляет роял гиганта. Так, в принципе, я его вышку добью, но он мою тоже. Это получился размен вышек. Так, давайте вбрасывать, я не знаю, миньонов. Зачем только не знаю миньонов выбросил я. Здесь роял гиганта. Так. А он меня уже по двум лайнам пронес. Неплохо так. Так. В принципе, смотрите, он еще не добил мою вышку. Поэтому ему еще придется вернуться. К ней. Давайте здесь колдуна. Так. Здесь миньонов. И сейчас перейдем в атаку. Так. Блин. А как он запом снес моих... Ребят, это луз. Реально. А как он запом убил моих миньонов? Какой у него левел запа? Ну все, это проигрыш, да. Ну а сейчас фаербол кинет на мою вышку. Блин, обидно, конечно, да, что в онлайн атаках я проиграл. До этого было все получше. Сейчас печально как-то все. Ну я же говорю, мне, в принципе, победа не сильно важна. Мне главное королевский сундук набить. Я так и не понял, как он снес моих миньонов. Наверное, кто-то их поддамажил. Потому что он запом их убил. Давайте посмотрим, какой левел запа. Нет, давайте сначала откроем королевский сундук. Вот я и слился с 3-400. Но я потом обязательно вернусь. Если вы хотите видеть какие-то еще на атаке моих на моем основном аккаунте, естественно, я потом уже буду побольше проводить онлайн атак. 12 уровень запа у него. Теперь понятно, как он снес моих миньонов. Неплохо. 12 запа, это очень круто, реально. Потому что 10-е миньоны убиваются 12 запа. В общем, ребят, я вам показал 2 повтора с победой и 2 атаки с проигрышем. Надеюсь, вы не будете судить очень строго. Потому что, реально, я не сильно так старался. Мне нужен был один королевский сундук. Да, впрочем, реально, с первой каткой я ничего не мог сделать. Я даже не представлял, что мне делать. А здесь, я не знаю, проиграл... Ну, в общем, проиграл и проиграл. Эта игра бывает. В общем, буду дальше набивать на этом аккаунте куб. И также мне скоро выйдет видео по моему твинку. Там тоже есть некоторые изменения и по арене, и по кубкам. Так что, если вы хотите, чтобы я выпустил видео по твинку, пишите в комментариях и ставьте лайк этому выпуску. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет ролик. Ребят, всем до новых встреч. Я желаю всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok